Продолжение следует... 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 По крайней мере, явным параметром нарушения керамической симметрии и массу наклона. Ну, это как бы все было хорошо, но была формула ИОФ, про которую я скажу чуть позже, что, по крайней мере, в рамках правила СОН, такая связь была. Поэтому, мотивированные старыми вопросами про необходимость ведения керамского члена, действительно ли есть такая необходимость, и действительно, есть ли связь термации протона с параметром нарушения керамической симметрии. Мы приняли несколько лет назад попытку сделать обобщенную модель с гирма. Я сразу сформулирую, в чем новые элементы в рамках этой модели. Новых элементов существенно два. Во-первых, мы помимо пимизонов использовали бесконечное количество векторных и аксиальных мизонов. И тот факт, что у нас имеется еще дополнительная степень свободы, был зашифрован в так называемой голографической модели, когда в теории возникает пятое измерение, смысл которой это просто фиксация масштаба нашей теории. То есть, если мы изучаем процессы при разных энергиях, то пятая координата, ее смысл, это просто фиксация масштаба энергии. Плюс второй новый ингредиент, что мы включили всерьез в игру керальный конденсат, и оказалось, что в рамках этого обобщенного решения керальный конденсат меняется внутри муклона. То есть, это решения, которые на таком монопольном типе немножко, когда мы знаем, что внутри монополия у нас в начале координат зануляется скалярное поле, но вот точно так же здесь происходит занувление керального конденсата. Наличие такого решения и совсем исходная идея, почему можно рассчитывать на такое интересное обобщение модели с керами, оно было связано с так называемым Дионом и Стантоном. Я опять постараюсь сказать, что оказывается, что в рамках голографической модели с керамиом, это есть не что иное, как такое инстантоноподобное решение, то есть, объект, который локализован в четырехмерном пространстве с точки зрения пяти измерений. То есть, зная некоторую и имея некоторую дополнительную интуицию со стороны географических пятимерных теорий, мы смогли найти решения, которые отвечают на состояние с барьерным зарядом 1 и в качестве второго заряда, это вот такой аксиальный заряд наклона будет выступать. И вот давайте еще раз, в каком-то смысле, ответ, и потом мы потихоньку будем к этому ответу прибираться. Значит, ответ состоит в том, что мы предлагаем самосогласованное решение, такой обобщенной с керамской модели, в которой включено, помимо пимизонов, бесконечное количество векторных и аксиальных мизонов, плюс мы смотрим керальный конденсат, то есть, параметр нарушения керальной симметрии в диуре, мы предполагаем, что он может реализоваться от зависимости внутри наклона, то есть, он приобретает стандартное значение, более-менее, на границе вот этого наклона и замыляется внутри этого состояния. Хорошо, на все это было, вместо этих двух слов, давайте я сформулирую, как обычно обсуждали, откуда масса барионная, ну, вот, в первых словах, что, ну, во-первых, если я напомню, что в теории, где у нас константы связи бежат, у нас имеется конформная аномалия, то есть, мы говорили, что у нас конформный вариант, Québec нарушается за счет п И общая теорема говорит, что масса определяется следователем за энергию импульсом, то есть комфортной аномалией. Второй подход к определению массы вориона состоял в использовании модели ДЭСКИРМА, как я уже говорил, это просто пимизонный логанжан, к которому добавляется дополнительный член, вот этот схеманский член. И именно он определяет массу вориона. Ну и, наконец, формула Йоффа, которая являлась одной из мотивировок для данной работы, что масса вориона, третья степень масса вориона пропорциональна кварковому конденсатору. Формула была получена из правил Сум и считалась, честно говоря, кульверсом, то есть несмотря на то, что Йоффи считал ее одним из лучших результатов, которые было получено, мне кажется, что большая часть комьюнити физического считалась каким-то случайным фактом. То есть никакого качественного объяснения этой формулы предложено вообще не было. Ну и, наконец, одна еще дополнительная мотивация для нашей работы была связана с тем, что вопрос, как устроен, как физически устроен барион, оказывается, если решать, изучать численно керальному Эданжам, то решения с барионным зарядным по крайней мере больше, чем два, и на самом деле даже разным двум, они принимают уже не состояние сферической симметрии, а такой ТОРа. Поэтому должен был быть качественный механизм, который говорил бы, что при состоянии с достаточно большим вариантовым зарядом начинали бы иметь нитриверную топологию. Важно иметь в виду еще следующее обстоятельство. Значит, изучали, изучался следующее, и если мы предполагаем, что формулу ЕФ правильно, что массовому клону действительно приписываем керальному конденсату, мы знаем, что при повышении температуры у нас керальный конденсат зануляется. Просто происходит фазовый переход, он вообще разнесен, там есть два фазовых перехода. Один фазовый переход конфаймеда-конфаймеда, а второй фазовый переход с нарушением и восстановлением керальной симметрии. Речь идет о втором фазовом переходе, когда восстанавливается керальная симметрия, и было показано, что достаточно строго, что происходит не за нурением массы нуклона, а фазовый переход другого рода, что масса резко уменьшается, но приблизительно половина исходной массы остается, масса нуклона после фазового перехода просто приблизительно уменьшается в два раза. То есть это значит, что, в принципе, имеется два вклада. Одна величина которой, один вклад, который фиксируется керальным конденсатом, а второй, который с этим керальным конденсатом не связан совсем. Что происходит с ранжением? С понятием декорации? Керальность или керальная восстановленность? Ну, здесь как бы разные варианты имеются, но в стандартной ситуации сначала восстанавливается керальность, а потом фазы первых деконфаймент. То есть, в принципе, есть теория, где они в два фазовых перехода совмещены, но, насколько я понимаю, численные данные в КХД говорят, что они не совпадают. То есть у нас, вообще говоря, имеется два вклада. Раньше гументарные шалины, наоборот, очень близкие в мировом. Нет, они близки, но не совпадают. И, по крайней мере, вот данные утверждаются численные... И вот, если обсуждать голографические модели в КХД, видно, что они не обязаны совпадать. То есть, да, они не обязаны совпадать. Более того, естественно, им не совпасть. И, ну, вот, численные данные говорят, что разница между значениями температур для них не очень велика, но они, вообще говоря, разные. Хорошо. В чем состоит идея нашего подвода? Как я уже сказал, что новых элементов КХД, что у нас киральный конденсат зануляется внутри бульона. То есть, это будет явное решение, которое показывает, что он зануляется внутри. Во-вторых, учитываются векторные аксиальные мизоны, и для них находится решение такого монопольного типа. То есть, это, значит, я попытался описать физическую мотивацию, которую, вообще, зачем мы занялись этим сюжетом, и в чем новый элемент в рамках нашей модели. Теперь более формальный аргумент, который состоял в следующем. И решение, которое, в каком-то смысле, нас мотивировало на поиск соответствующего, вообще, у нас кирлиона. Поэтому, если обсуждать суперсимметричную теорию Янга-Милса, замечу, что суперсимметрия здесь, по сути дела, не важна, важно, что мы обсуждаем пятимерную калибровочную теорию, в которой, помимо калибровочного поля, еще имеется скаляр. Вот обсуждается такая теория, в которой набор полей хорошо фиксирован, и оказывается, что в этой теории имеется решение, обладающее двумя зарядами одновременно. Вот это как раз и есть так называемое дело на инстантон. Давайте, так сказать, давайте я поясню, что обычно, когда мы обсуждаем четырехмерную теорию инстантон, это объект, который локализован в четырехмерном пространстве Веленьги, в Кридом, ее нельзя воспринимать как частица. Но если мы поднимаем вот это решение в пятимере, то понятно, что этот точный объект, приобретая внутривиальную мировую линию, это есть частица. То есть инстантон в пятимере становится частицей. И в качестве его заряда выступает логический заряд. Но это простое решение, где нет нетривиального профиля для скалярного поля. Теперь давайте представим себе, что у нас помимо калибровочного поля, которое отвечает обычному инстантону, еще имеется скаляр. У скаляра имеется нетривиальная, грубо говоря, нулевая мода на фоне этого инстантонного решения. Оказывается, что в данном случае происходит несколько эффектов сразу. Во-первых, у данного решения возникает второе число квантовых. Я напомню, что первое квантовое число – это есть просто обычный топологический заряд, а второе квантовое число – это будет электрический заряд, который определён вот таким образом. Можете писать явное решение, которое есть просто обобщение инстантонного решения, на случай пятимерной эндой минусы. Вот имеется выражение для калибровочного поля и соответствующее выражение для скаляра. При этом вот этот вариант, как и есть просто асимпатическое значение скалярного поля, вы просто считаете, что у вас имеется поле Хиггса. То есть у вас имеется векторное поле, имеется Хиггсов механизм. Единственная разница, что вы работаете в данном случае с пятимерной теорией. И вот данное решение, которое было принято вам верным тонким в 1999 году, оно и будет являться прототипом для нашего обобщенного скермиона, про который я веду речь. Безусловно, мне нужно будет объяснить, каким образом инстантонное решение, какая связь между инстантонным решением для калибровочной теории и барионным. Ну, вот в этом я сделаю чуть-чуть позже. То есть оказывается, что, ну я уже произнес эту фразу, что барион – это просто инстантонное решение для правильной калибровочной группы. У этого решения имеется, если кто так знаком с баранной картинкой, то есть я напомню, что мы с вами живем, согласно современной голографической картинке, мы с вами живем на гиперповерхности, в более многомерном пространстве, и координаты нашей поверхности в дополнительных измерениях – это вакуумное и среднее скалярное поле. И для того, чтобы описать данное решение, мы берем две поверхности такого типа и между ними натягивается вот такой цилиндр. И оказывается, что такая конфигурация, то есть обычная реализация инстантонов, она не предполагает наличие вот такого цилиндра, как двумя гиперповерхностями. В данном случае мы оказываемся в ситуации, когда имеется… Вот здесь у нас имеется две поверхности, здесь группа С2, вот в этой группе С2 у нас имеется инстантонное решение. Я напомню, ну не напомню, еще раз повторю, что согласно всем современным голографическим моделям у нас просто имеется дополнительное измерение. Смысл одного из них, пятого дополнительного измерения, которое мне будет важно, хорошо понятен. Это есть просто… Вот я уже сказал, что если мы изучаем, например, бег константы связи в нашем четырехмерном пространстве… Бег константы связи в нашем четырехмерном пространстве – это просто движение по этой дополнительной координате. Потому что именно она фиксирует масштаб энергии в теории. Поэтому любая веном группа, любой бег операторов констант в нашем пространстве – это и есть некоторая простая гамильтоновая динамика по пятому измерению. А остальные координаты, которые, в принципе, есть в разных моделях, мне в дальнейшем будут не нужны. То есть я все время буду работать в дальнейшем с нашим четырехмерным пространством, плюс пятое измерение – это просто масштаб энергии в нашем четырехмерном мире. Зависую, что можно посмотреть на данное решение еще чуть-чуть иначе. То есть если у нас имеется цилиндр, можно посмотреть, описать данное решение с точки зрения наблюдателя, который живет на этом цилиндре. И этот наблюдатель, который живет на этом цилиндре, ну, или вот цилиндр на мировой поверхности, называемый Т2-прами, можно засчитать обычный гамильтониан, импульс, и найти соответствующие заряды для данного решения. И заряды для данного решения с точки зрения наблюдателя, который живет на данном обороне, он в точности оказывается теми зарядами, про которые я говорю. Один из них есть топологический заряд, другой – электрический заряд. Интересное обстоятельство состоит в том, что у этого решения имеется дополнительный ненаивный угловой момент, который потенциально интересен для описания спина Бориона. В данном случае, на данном решении, так называемым диодным инстантоном, у него имеется дополнительный угловой момент, который потенциально в двух зарядах. То есть, если бы у нас был просто один заряд, то он занулялся. Это немножко напоминает ситуацию, что, если у нас имеется монополь, то в поле монополя и он инвестируется дополнительный заряд, ее угловой. И вот это явление такого же типа. И вот с точки зрения… ну, я вернусь, что это значит… с точки зрения Бориона. Важно, что вот этот угловой момент с точки зрения этого решения играет некоторая стабилизирующая роль. Как я уже сказал, что решение геометрически выглядит, как такая труба и с ненулевым натяжением. Любая труба с ненулевым натяжением, она хочет схлопаться. И должен быть механизм, который препятствовал схлопку этой трубы. Механизм этот обеспечивается как раз так, ее вращением. То есть, на самом деле, решение можно было… Это вращение такое… угловой момент берется от такого вектор-пойтинга. То есть, когда мы… Слопнулся в каком направлении. А? Слопнулся в каком направлении. Вот, если у нас есть… А? Поперечный, да. Просто хлопнулся, так сказать, в точку и… ну, в линию, если хотите. Она не слопывается, если это вращение эффективное. Но это вращение – угловой момент. Но это угловой момент за счет полей. То есть, мы знаем, что у нас за счет вектор-пойтинга, когда на СМС скрещены электрические магнитные поля, то индуцируется дополнительный угловой момент. Это явление точно такой же природы. То есть, из-за того, что у нас имеются дополнительные квантовые числа, у нас происходит стабилизация решений за счет углового момента. А какая длина это значит? А? Какая длина? Значит, длина вот этого состояния определяется вакуумном среднем скалярном поле. То есть, если у нас имеется скалярное поле, у нее есть некоторая синтетика, вот длина эффективная, ну и, соответственно, масса данного состояния определяется вакуумном среднем скалярном на бесконечности. Теперь… Все это было замечательно. И… Но, на первый взгляд, не имело никакого отношения к бариону. Теперь… Это наблюдение, которое было сделано Соном и Степановым в 2004 году, что… что обычный скермион, то есть барион, можно интерпретировать как инстантон в пятимирной приборовочной теории. И… И… … … Когда мы говорим про… …про… …про инстантон, мы обычно имеем в виду… …ээээ… …ээээ... …эээ… 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 Играет роль инстантона по другой калибровочной грузке. Калибровочная группа в данном случае это группа флэйвора. То есть мы знаем, что опять же в КХД у нас имеется два флэйвора, в смысле три флэйвора, но две группы. Одна СУ-3 левая, другая СУ-3 правая, и именно по этим флэйворным группам, которые становятся калибровочными выходом в рамках этой гонографической картинки, и мы и будем изучать инстантон. Важно, я уже пытался сказать, какой смысл этой дополнительной пятой координатой. То есть действие Лагерджан, которое описывает нашу теорию, которую мы будем искать инстантон, он имеет четыре координаты, три нашей для обычной пространства, координата времени, и вот эта координата Z, это та самая голографическая координата, которая играет роль масштаба энергии в нашем четырехмерном мире. Либо можно говорить, что это просто параметр генор-группы, то есть она пишет константную связь, в том, что независимым образом зависит от того, как будет Z. И если посмотреть на… Лямбль – это что? Лямбль – это параметр, который играет роль, который определяет, конечно, прочим всех рук, то есть кто. Значит, вот Z – это координат, а G5 – это карибовочный констант генор-группы. Лямбль – это параметр, который связан с масштабом Лямбль и КФД в рамках head-теории. Это у нас FL и FR – просто обычные переборочные поля в этом бетимерном пространстве, а вот поле X – это есть бифундаментальное скалярное поле, то есть оно зависит, оно живет фундаментальное представление по левой переборочной группе и по правой переборочной группе. Вы видите, что здесь имеется квадратичный парик член, то есть это там эффективно массивное бюле. Этот Лагранджан пишет однозначно… и структура полей здесь абсолютно жестко зажата, у меня нет возможности сейчас объяснить, вот как сходу получить этот Лагранджан, это там потребуется несколько лекций. Тем не менее, я говорю, что это практически однозначно, что, значит, есть тот же вид метрики, который здесь выбирается, но вот здесь есть некоторый произвол глубокий метрики, состав полей фиксируется однозначно. И опять же важно иметь в виду, что если у нас имеется пятимерное перебровочное поле, мы знаем, что если мы обсуждаем пятимерное перебровочное поле, там есть перебровочный вариант, есть закон Гаусса, который говорит, что у нас заряд сохраняется. И вот в этой пятимерной точке зрения закон Гаусса в этой пятимерной теории на самом деле есть несохранение оксиального тока в нашей четырехмерной теории. Это тоже есть некоторые упражнения, но просто важно иметь в виду, что калибровочный вариант в этой теории отвечает аномальному несохранению оксиального тока. Вы знаете, что, например, за счет аномалии у нас перебезон распадается на два фотона. И это вот такая классическая пример пребывания аномалии. И вот в этой пятимерной картинке этот распад перебезона имеется. И закон Гаусса прямо вот в этой пятимерной теории, он за это ответственен. Опять же, нужно иметь в виду, что, давайте чуть позже подскажу, поле интересно, каким образом мы получаем обычный киральный ангренжан. Оказывается, что вот в рамках этой теории мы можем получить обычный киральный ангренжан, который содержит пемизоны. И это вот такой, я бы сказал, одно из самых ярких приложений киралографической теории. Обычно пемизоны пишется, пемизоны пишется руками, здесь его можно получить в разложении. И все бывшие члены киралографической теории могут быть личными. Так, а что-то для меня три Аполлова в пятимере, я считаю, что просто плоское? Не совсем, нет. Это некоторая упрощенная версия пространства ДС-5. То есть, мы знаем, что... Если мы хотим аккуратно описывать зеленую группу в наших четырехмерных теориях, то достаточно давно поликом было показано, что пятое измерение, уже все вместе пять координат, они должны реализовывать ту или иную версию пространства антидесиктора. То есть, это есть некоторое общее свойство того, что мы хотим в согласовании среднего группы. У вас предложение, что нет метриками? Оно здесь просто явно записано. Вот вы видите, что здесь имеется противопоказание, единица на Z, единица на Z-коп, либо единица на Z-коп. Это есть просто некоторый явный метрик, который здесь записано. Вы считаете, что имитации нету в пятимере? Да, да. Значит, это важно, что мы говорим, что мы работаем... Мы не обсуждаем никакого гравитационного фона. В смысле, он раз и навсегда задан. Никакой обратной реакции на гравитацию, никакой динамической гравитации нет. Это важно, но это, замечу, это совершенно стандартный подход, когда мы обсуждаем квантовую хромодинамику в этой полографической модели. Теперь важно, что, когда мы обсуждаем инстантон, мы обсуждаем... Давайте вспомним, как устроен обычный инстантон, где он имелся. Мы переходим в евклидопространство, у нас уже нет времени. И у нас имеется сигнатура всех координат одинаковых, так как пространство евклидово. Для того, чтобы мы получили частицу, которая распространяется по физическому времени, мы должны выбрать четыре координата из этих пяти, у которых у нас будет инстантонное решение. Так вот, эти четыре координаты, это три наши пространственные координаты, плюс ренормоповая координата Z. То есть, вот инстантон в этой теории, он реализуется как в таком четырехмерном евклидном пространстве, где четыре координата, это вот три наши, плюс дополнительная координата Z, но в данном случае, в данном случае, у нас было 24. Важно, что обычный пирмизон, это интерпретируется, вот эта матрица G, это есть с точки зрения обычной теории, это просто пирмизон, ну, это трубовой элемент, который отвечает пирмизону. То есть, пирмизоны, это есть интеграл от четвертого дополнительного координата, дополнительного компонента в перебросочном поле, пользуясь дополнительным координатом в координате Z4. Поэтому, картинка, которая возникает, она следующая, что мы обсуждаем, берем пятимерное пространство, пятая координата интерпретируется как регулярно-групповая координата нашей теории, мы выбираем четыре координата, три наших, плюс регулярно-групповая, ищем инстантонное решение вот по этим четырем координатам. Это есть частица, которая распространяется по нашему физическому времени. И оказывается, что вот именно такое решение, оно описывает стандартный скермион в точности. И вот мы чуть дальше, я буду пытаться обобщать это решение. В смысле, от времени вы считаете, что она зависит? А, да. То есть, она просто статическое решение. То есть, мы берем четыре координаты, и она просто стоит в точке нашего пространства и... То есть, это решение, которое локализовано по вот этим, по нашему трюму, вот это и по зеткам, знаете, что вы их произвели? Да. Именно так. То есть, это такое решение, которое локализовано по четырем координатам и распространяется по нашему времени. Ну, или, можно сказать, не зависит от нашего времени, так сказать, соответственно, статистически. А вот поскольку здесь, как говорится, в основном, как мне кажется, не со вторым координатам, а вот по поводу вот этой... Это что такое? Это утверждение, которое является строгим? То есть, это какой-то технический трюк, который позволяет вам связать... То есть, это примерная теория с увеличением четырех метров? Или это гипотеза, или... Ну, что? Вот вы написали в Азбриджан, который... Это... Значит... Значит, это... Я бы сказал, что это... Что для суперсимметричной теории, если мы обсуждаем суперсимметричную теорию, это соответствие доказано. То есть, мы можем вычитать разные... А? В Азбриджан 4. В Азбриджан 4, да, в максимально суперсимметричной теории можно считать еще доказанное утверждение. Для КХД, так как мы не знаем точной метрики в дополнительных измерениях, это исключительно... Ну, это... Известно, что она воспроизводит качественно все эффекты КХД. Качественно, безусловно, правильно. Значит, количественно можно считать разные просто физические величины. Вот обычные физические величины в рамках голографической модели, типичная точность там 20-30%. То есть, это на самом деле, ну, вот, раз уж я говорил, поскольку упомянул там правила Сум, правила Сум – это тоже не точный подход, но зато отлично работающий. И там тоже точность, ну, там, может быть, иногда чуть лучше бывало. Это, вот, голографическая модель для КХД – это не строгое метеоремное утверждение, безусловно. Качественно, качественно ухватывает все физические характеристики КХД и позволяет их вычислять. Ну, вот, в частности, например, наиболее существенный пример. В рамках этой картинки можно получить пирального уровня, как говорю, в событии описывают КХД, принесли энергию. То есть, это очень-очень эффективная схема. Откуда она берется? Она… Происхождение абсолютно рациональное. То есть, но для этого… Я потом пару слов, может, расскажу про это, но… Идея на это… Ну, если очень грубо, то это следующее, что если у вас имеется… И если мы говорим, что мы живем, там, на какой-то гиперповерхности, ну, скажем, в многомерном пространстве, то оно… Ну, то оно вокруг себя создаёт некоторый полет. Вот этот гиперповерх. Ну, то есть, представьте себе, что у нас имеется стол массивный. Мы знаем, что из-за того, что у него имеется, там, какая-то масса, то он искривляет пространство вокруг себя. И… Ну, более того, этот стол может быть заряженным. То есть, он, помимо этого, может создавать вокруг себя какие-то… Какие-то… Да. А теперь мы берём некоторый пробник. И пытаемся этим пробником вводить в окрестности не по самому столу, а вот в этом трёхмерном пространстве. И на этом пробнике живёт некоторая нетривиальная теория сама по себе, которая чувствует внешние поля, которые создаёт… Который создаёт вот этот стол со своей массой и зарядами. То есть, мы говорим, что мы на фоне вот этого нашего четырёхмерного мира только вводим некоторый пробник. Пробники бывают тут разные, струны разные, но некоторый пробник. И изучая теории на пробнике, мы можем изучить физику. Но это, грубо говоря, такое… Я всё время, когда такие совсем публичные лекции делаю про голографию, придумываю слова, что это аналог такого опыта Резерфорда на Вселенной. То есть, у нас… Что мы делали? Если мы… Вот у нас были модели Атома, там разные. Модель Томпсона, Пудинг-Сизюм и планетарные модели. Мы хотели понять, какая из них правильная. Что мы для этого делали? Мы что-то рассеивали на этом… Делали опыт Резерфорда. Мы рассеивали альфа-частицы. И в зависимости от того, как они рассеивались, могли понять, а как, собственно говоря, вот это… Атомное ядро устроено. По результатам рассеяния внешнего пробника на ядре. Здесь логика абсолютно такая же. То есть, мы хотим понять физику вот в нашем четырёхмерном мире, рассеивая внешний пробник на фоне тех полей, которые наше четырёхмерное пространство создаёт в пятимере, например. То есть, это вот такой опыт Резерфорда с нашей Вселенной. И есть общие правила, каким образом мы… И любой процесс, который происходит… Мы интересуемся, как устроена наша четырёхмерная физика. Там есть много разных тририальных процессов. Есть конфайнмент, есть нарушение триральной симметрии. Мы задаёмся вопросом, а как их описать? Вот оказывается, что есть дуальное описание у каждого физического процесса в нашем четырёхмерном мире, как нечто, как процесс с точки зрения вот этого пробника. И вот в этом как бы идея голографии состоит, что мы с точки зрения физики пробника мы пытаемся понять, как устроена физика в нашем четырёхмерном пространстве. И это работает. Это вот такая не умозрительная схема, а это… Есть чёткие правила, которые позволяют отобразить физику в нашем пространстве четырёхмерном в физику с точки зрения пробника. Это… Тут очень много всего есть, и… Ну, вот я говорю, что… В совсем в двух словах это описано… Ну, ключевую идею я бы сказал, что… Это такой аналог опыта «Резерфорд» основной вселенной. А… Пожалуйста, подождите. А вообще, ну, эффекты, кстати, в качестве, амфамент и так далее… Это что-таки… Как-то конструируется? Сложились в пространстве? Да-да-да-да-да-да. Здесь… Вы знаете, что амфамент-то есть в четырёхмерном мире, поэтому… Строите таким образом, чтобы он в соответствии с тем образом правильно и возьмёт. Ну, если кратить и так, можно думать… Можно, так сказать, уже зная вот эту геометрию, пытаться что-то предсказывать назад. Вот это… Ну, вот, например, конфаймент отвечает тому, что вот в этой дополнительной координате имеется ещё чёрная дыра. На самом деле… Вот… Вот физика… Вот эта чёрная… На самом деле, весь этот сюжет… Вот эта голография… Если так совсем в двух словах сказать, что это такое… Это некий нетривиальный синтез непертурбативной квантовой кроводинамики и квантовой гравитации. То есть, вот такой, так сказать, очень неожиданный странный синтез произошёл. Но он конструктивный. То есть, это вот не размачивание руками, то есть, то, что это чёрная для равнодерсия, это одно дело. Да. Вот, если вы не знаете, допустим, для нам не только и критерия не знаете, или это органально. Или вы заложите свой чёрной дыр, или не заложите, вы не получите, как они за ней не получат. У вас нет реального основа. Вы что заложите, это получат. Ну, мы… Нет, ещё раз, значит, качественные вещи, так сказать, мы… Ну, мы… Мы знаем общие качественные явления в КХД, мы можем сказать, вот, как качественно устроен вот корреляционный фон. То есть, выделение словарик перевода? Да, мы… Нет. То есть, в тот момент, когда мы, так сказать, создали словарик перевода, мы начинаем вычислять. И вот это, как бы, уже нетривиальное место, что… Причём, замечу, что вычислять мы начинаем в той области, где мы не можем обычно вычислить из КХД. Потому что вот эта дуальность, она же наиболее хорошо работает в режиме сильной связи с точки зрения квантовой динамики. Она приспособлена для того, чтобы описывать… Там, почему это так, там, можно будет пояснить потом, но… Вот эта дуальность, она описывает относительно просто в дуальных терминах режим сильной связи в КХД. И наоборот, наиболее сложно описать режим слабой связи в КХД в дуальных терминах. Хотя это можно сделать там в суперсимметричных теориях. – У меня есть общий вопрос. – Да. – Насколько модельно зависимо вся эта метрика и все это коллекции, которые вы должны закладывать руками? Может, есть много разных стадей, где закладываются причины на разные метрики? Раз, головы, стол, стволы и так далее. И зависит от этого, числа, которая получает этот решет, они входят даже сильно. – Все правильно. Значит, если у нас имеется суперсимметричная ситуация, там все достаточно жестко с метрикой, если мы уходим в обычный КХД, здесь, безусловно, имеется простор. И есть несколько популярных моделей, которые более-менее описывают все экспериментальные данные, еще что-то предсказывают. Вот, например, там константы Кирайна-Лганжана. Никто точную метрику для КХД пока не знает. И я не думаю, что кто-то ее знает в ближайшем обозримом будущем. Поэтому претендовать на то, что эта модель будет 100% описывать в КХД, трудно рассчитывать на это. Но то, что у нас имеется работающая схема, которая предсказывает разные физические гитеристики, там 130%, это факт. То есть, это некая работающая схема, не претендующая… Вы подгоняете метрику, грубо говоря. Грубо говоря, мы подгоняем один или два параметра, после этого все остальное производится с точностью… все физические характеристики, там константы распада в каких-то зонах. Подгоночных параметров здесь один-два типично. Это два параметра метрики. Вот Вы правильно говорите, что, конечно, подгонка метрики. И… Не может это пробовать. По установлению третьей метрики, можно проявить то, что вы его парнициализуете сих пор, вы не ошиблись, или на ваших личностях изобретений. Да. Не, но все равно это… Можно двумя параметра вообще записаться, и как-то ненормальный текстиль. Ну, с некоторой точности, так сказать. Общая структура метрики, она известна. Она должна внести структуру метрики антидесситера пятимерной. Поэтому общая форма метрики понятна. Но… В смысле… С точки зрения топологии или как? Асимтотики, так сказать. Асимтотика должна быть связана с структурой метрики ДС-5. И… Но, говорю, что нельзя надеяться, что, так сказать, мы точно получим… Мы можем качественно выхватить более-менее все физические явления, и количественно… Вот точность типичная, там, 30%. Но, замечу, что здесь подгоночных параметров типично два. Поэтому не нужно думать, что это совсем бесполезная вещь. Но точно так же, когда, скажем, когда обсуждается правило СУМ, там же тоже подгоночных параметров, там несколько. С помощью… Ну, там порог кантинуму какой-нибудь. Вот у нас имеется несколько подгоночных параметров, с помощью которых мы описываем, там, много характеристик мизонов и марионов. И точность… Ну, там она чуть лучше, там, ну, 20%, 15-20% там, правило СУМ. Здесь она чуть хуже. Зато можно… Можно сочетать что-то, что там сложнее было бы, там, правило СУМ сочетать. То есть, это некая работающая схема, которая, ко всем прочим, еще там много чего объясняет. То есть, например, вот происхождение кирального гранжана, оно очень наглядно. Мне сейчас нет времени ее показывать, но оно исключительно наглядно, на самом деле. Вот, кто такой помизон. Ну, в общем, это все очень достаточно изящная картина. Ну, например, сам факт. Наличие генерального брейтинга, он тоже закладывается руками в модели. Можно делать с брейтинга, можно называть… Да. И можно проследить, так сказать, что такое… Ну, например, так сказать, вот фазовый переход confinement-de-конфаймент. Что на этом языке? Это, там, фазовый переход известной Хокинга Пейджа в гравитации. Нет, не в этом. Да. Вопрос у меня такой. Да. Вот, вы пишите свой антененовый гранжан. Да. Вы можете туда заложить такую метрику, что она в точке гранью плей. А можете заложить такую же метрику. Это правильно? Правильно. То есть, ну, мы знаем, что у нас имеется… Вы знаете, вы заложите, я понимаю. Замечу… Я бы даже так сказал, что это входит не в метрику. Вот, в… Она входит в асимтотику скалярного поля. В гранусловие для скалярного поля, да. Это не метрическая фазка. А можно еще вопрос? Вот у нас же Янг Милса набрали, он там связан с каплингом струнным в балке. Вот как можно выкидывать гравитацию, если у нас, ну, казалось бы, что, зная тогда, соответственно, струнный каплинг в балке, ну, мы там можем посчитать амплитуды, там, с гравитонами, как нужно выкидывать ее? Ну, да, да, да. Значит, вот это как… Смотрите, значит, здесь важно понимать, что… Давайте, не сбежать на этой картинке, что… С точки зрения геометрии у нас имеется… НС в раме одного типа, которые задают… Ну, они задают геометрию. То есть, там… Да… И, подождите, я еще не сказал еще… А есть еще… А есть еще… Ну, там… Э… 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 У нас, так сказать, Гургую мы можем ограничиться чисто калибровочной теорией… Этих… Э… 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 Бран. В данном случае две… Две браны… Да… … У нас ещё раз поле других бран, создающих… Да, 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 да. Именно так, вот, ну, вот, я не знаю, если вам знакома там модель, например, такая Сугимота какая-нибудь, то есть вот эти браны, они вот так, такой сигарой. Один левый, другой правый. И тот факт, что и механизм нарушенной или не нарушенной керамической симметрии, это либо так, либо вот так, либо они просто разрываются. Вот механизм разрыва вот этих гиперпроводных бран, это есть механизм возобновления керамической симметрии. Ну, нет, потаняться, но у нас же в балке должна теория струн живетикается, как бы, ну, надо там непроизвольная, казалось, теория живет? Значит, во-первых, так сказать, нет, значит, мы, 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 вот смотрите, здесь у нас осталось только пятимерное пространство. Вот кто такие, пять координат? Ну, это понятно. Да, понятно, да. Значит, вы задаете вопрос, вот, если у нас имеется вот эти замкнутые струны, чтобы вы в балке, могу ли я им пренимлечь? На самом деле, просто можно показать там, что, если у нас имеется вот этот большой инсерт, это всегда там, это подарок. Хорошо, значит, теперь, наконец, давайте я перейду к тому решению, которое есть обобщение этого обычного инстантона, это вот дионный инстантон. По флейверной группе, т.е. вот, скажем, вот культуре места, что нам, если раньше рассматривали дионный инстантон по цветной группе, то мы рассмотрим дионный инстантон по флейверной группе, то есть, в теории, вот на этих бранах. Не на этих, а вот на этих. В данном случае имеется несколько новых элементов. Вот имеется коридловочная группа, такая, которая состоит из двух факторов, имеется скаля, геометра и кривая. В общем, здесь имеется несколько новых элементов, с которыми можно там аналитически или численно справиться. Значит, барионный заряд, вот обычный барионный заряд, это есть вот разница инстантонных зарядов по левой и правой группе. А предел интегрирования, это что такое? То есть, предел интегрирования, значит, это вот это ZM, как в той модели, которая обсуждается, это просто обрезание по ревернговой координате, вот это ZM. Ну, я описал, он просто мог вообще, я стремился к нему здесь. Оказывается, что в данном случае удобно воспользоваться очень старым решением, так называемым цилиндрическим анзацием для инстантона Виттона в одной из ее первых работ. И этот анзаций резко облегчает жизнь. То есть, он предполагает, что у нас имеется, все зависит от радиальной координаты в нашем физическом пространстве и от координаты Z. То есть, у нас имеется, мы имеем сферическую симметрию у нас, и вот, то есть, имеется одна радиальная координата Z и вот эта дополнительная координата Z. Ну, и имеются какие-то ограниченные условия, которые здесь работают. При этом, на Гранджан данная координате регулируется. Сейчас, что-то я, и вот, и до этого говорили, что у вас вот эта сферическая симметрия для брымного заряда большей блоки, что ли вы сказали? Да, это пока брымный заряд 1. Обсуждает анзаций? А, то есть, это... Это пока брымный заряд 1. Залаз бы, что если взял терр зависимость... Да-да-да, вы правильно говорите совершенно, что это обсуждается брымный заряд 1 пока. И если обсуждать брымный заряд больше 2, вот как раз в этом гене-эскартуре, там как раз возникает геометрия тора. Да, уже такой анзаций не проходит. Не проходит. Не проходит. Оказывается, что вот в этом анзации возникает некоторый эффективный потенциал для полей более технические вещи, что вот мы соприметризовали поля, ну, под парой-парой и фи-хи и фазами, ну, и оказывается, что можно вот найти такое, что в данном случае можно ввести несколько вот таких негативальных профилей до каждой функции и изучать зависимость, как они себя ведут, в тупо и визеркную руку и визеркнув их в без конечности. Ну, и вот оказывается, что явное решение имеет такое... Как это численно будет? А? Нет. Пока это было все... Ну вот это было численно чуть позже. Вот численно вычисляется энергия. То есть Вы будете ещё поставить транзак в энергию, поэтому это, безусловно, численно будет ответ для энергии. То есть тут имеется такое количество профильных функций. это делалось численно я уже говорил, что это решение будет с двумя зарядами один это миллионный заряд обычный а второй в этом диодом инстантом роль второго заряда играет аксиальный заряд миллионного и вот дальше вот это как бы ключевая картинка которая говорит каким-то образом масса бариона зависит от керального конденсатора то есть видите, что это есть результат численного счета и в других причинах это резкий излом в некотором значении керального конденсатора то есть при больших значениях керального конденсатора он не зависит от конденсации естественно вопрос а где здесь лежит физический конденсат если там перенормироваться на если все свести к физическим характеристикам и зафитировать через какие-то через массу в раме зоны например параметры модели оказывается, что физический керальный конденсат находится прямо вот здесь то есть удивительным образом оказывается что мы сидим как бы по крайней мере в рамках данной модели давать заграничность но видимо это довольно какое-то качественное явление что мы сидим в области где меняется режим зависимости массы наклона от керального конденсата то есть с одной стороны можно говорить что есть вклад который не зависит от керального конденсата и легкого а вот вопрос из них то на самом деле в рамках холстов там можно более-менее там ну, гораздо менее изломную кризис да, ну конечно а холсты это у вас результат просто ошибка численного интегрирования что ли? вот это да а ну вот там тоже да 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 это все так численные интегрированные они такие большие ну вот здесь вот такие характерные потому что если бы этих кусок не было то можно было бы понять так сказать есть излом есть излом или нет ну в смысле ну ну я не могу жестко сказать конечно не могу сказать что у нас имеется строгие изломы тем не менее смена режима точно происходит ну асимптотики ну да асимптотики вот как бы они довольно хорошо асимптотики аналитические да можно увидеть да ну давайте так сказать я здесь это уже дальше идет вычисление значит я прикал выражение для для зарядов для массы точно так же можно вычислить барионные и аксионные заряды решения а тем не менее не осталось а через что там выражается масса масса выражается через вот ну все все как бы определяется этим параметром модели то есть у нас имеется параметр таблицания который масштаб с да то есть дальше идет вычисление зарядов барионного заряда и аксионного из эскалеров заряда которые будут дальше просто да и на самом деле можно убедиться в том что сравнить ее с обычным скермионным решением можно убедиться в том что действительно такое некое обобщение скермионного решения причем оттирание конденсат на данном решении обращается в ноль вот в центре в центре скермиона что является такой ключевым фактом который отличается от всех остальных решений ну и давайте еще вот раз еще попросить то есть в рамках голографической модельки г чем они отличаются что вот обычный барион если у нас имеется теория вот этих 28 брана обычно барион это до 4 брана я не буду догадаться деталям но это некоторый топологический объект Вот оказывается, что вот дионный инстантон, это просто когда мы прицепили струну к этому кофибральному. И это отвечает на языке мезонов, это отвечает тому, что у нас имеется абсолютно нетривиальный профиль векторных и коксиальных мезонов. Я с этого начал свое выступление, что ключевое отличие, что у нас помимо того, что имеется нетривиальный ежовый анзас для пемезонов, имеется абсолютно нетривиальный профиль для векторных и коксиальных мезонов в данном решении. В заключении я перечислю ключевые моменты. Во-первых, важный ролик, в отличие от обычного скермиона, ключевого электролитеральный конденсат, который неоднороден внутри данного решения. Я уже привел численно картинку, которая описывает данное решение. Почему мы оказываемся в точке излома между длинным режимом, это совершенно непонятно. Возможно, то есть наивно, мы знаем, что у нас имеется масса вориона, свободные изломы и импульсы. Поэтому наивно мы думаем, что у нас должно быть соревнование двух членов. Каким образом соревнование двух членов и связано с этим изломом, не знаю. Но это отдельный интересный вопрос. Можно сказать, что имеется там качественное согласие. Известно, это было заранее, что Дионный скантон при топологическом заряде больше двух, он становится ТОРом. Он нестабилен в асферической конфигурации, нестабильное относительно образование ТОРа. Но это в точность эффектируется с экспериментальным численным счетом для барионов заряда больше, чем ДОВА, который тоже начинает принимать форма ТОРа. Но вот отдельный интересный вопрос, который мы до конца не исследовали, связан с ней техническими сложностями. Какой вклад дополнительного углового момента в полный угловой момент бариона? То есть не может ли этот дополнительный эффект, связан с произведением двух зарядов, давать непривиальный большой вклад в угловой момент, полный угловой момент бариона? Ну вот, пожалуй, все. Спасибо. А вот у Вас использованный угловой момент, не надо как-то сравнится с угловым моментом обычным? Да, это просто обычный угловой момент. Его можно связать с обычным угловым моментом в трёхмерном пространстве. То есть это... Потому что у Вас на поверхности будут какие-то граны или меры? Ещё раз. Значит, ну... Мы можем идентифицировать угловой момент обычный, ну, там, по симметрии. Это, например, по нётр. По термонётр. Плюс... Плюс мы знаем, что когда у нас имеются внешние боли, имеется дополнительный такой... Нет, просто поскольку это правильная картинка, я не знаю. Мне лично было совершенно непонятно. Понятно, что я специалист, то я, скорее, умную руку, то есть... Нет, правильная картинка здесь была не столь важна. Вот, в любом случае, просто сосчитать явно, там, по нётр, с учётом внешних полей, дополнительный вклад в угловой момент. И он оказывается пропорциональным произведением двух зарядов, в данном случае. Но, к сожалению, там имеется некая расходимость. В общем, там эта проблема не доисследована до конца. То есть, я не могу ответственно сказать, там, сколь велик будет вклад... Вот этого дополнительного вклада нетривиального. Это... По-другому это можно так сказать, что... Это дополнительный вклад в угловой момент. То есть, ну, вот обычно, в обычном скермионе... Всё предполагается, что берётся и из пемизонов, и... Ну, вот, нетривиальная ежовая конфигурация пемизонов. Вот все эти дополнительные эффекты, про которые я сейчас говорил, это дополнительные нейтривиальные эффекты вот векторных аксиальных мизонов. То есть, это... Это можно было бы так сказать, что это дополнительный вклад в полный угловой момент нуклона за счёт нейтривиальной конфигурации вектор аксиальных мизонов. Внутри бариона. То есть, оно то же самое, что для ферменов в поле нити, да, или на поле... Точно. Точно. Это вот эффект такого же типа. Абсолютно. И здесь только это вот... На низу больше ничего измерения. Это вот... Понятно. Да. Вот это тот самый эффект, про который говорится. Единственное, что здесь вот нужно там с ним немножко аккуратнее пообращаться, и это просто не доделано ещё. Есть какие-то нейтривиальные вложения, когда личные координаты дипето очевидуются? То есть, побольше не зайдёшь, например. То есть, у тебя различные частицы живут на главную садину... А, да, да. Такие есть. Точнее, если это исключительно популярный сюжет, так сказать, вот если вы берёте, ну, я не знаю, следили за... В общем, сейчас вот максимальное количество людей вовлечены в применение вот этой голографии к твёрдому телу. Обычно в этой графе нахер-клёрке игру подносят в одно же режиме. Да-да, значит, вот там как раз вот это дополнительно, там как голография, это как раз два-плюс одномерная физика твёрдого тела, там как аэнография. А? Ну, квантовый холл там, ну, так сказать, вот можно описывать. В общем, это такая исключительно популярная деятельность сейчас, и там всё как раз всё описывает, соответственно, дополнительная координация четвёртая. То есть, вы изучаете трёхмерное телеполе, там появляется четырёхмерная процента антидесильтера, генероль. Вот, это ренол-пуповой координат, это, ну, четвёртая есть. Да, как можно, если вы свою технику примените? Это более простой для задачи. Это правильно, всё правильно. Собирались, так сказать, посмотреть, что есть аналог этого деланного инстантона. Вот, два простой намерных задачи. Так как там, так как там известно, что спиртом теле и скермионы возникают, и очень часто возникают. Да, да, да. Поэтому разделение зарядов возникает, и спина разделяется. Точно, точно, да. Поэтому, вообще говоря, вот это решение такого типа нового, вот этот дионный скермион, он должен как-то и работать и там. Просто вот это ещё. Это правильно, это такой направшийся сюжет, да. Найти аналог этого решения, там, не в пятимере, а в шестрехмере, да? Можно же? Да. Я сейчас, наверное, уже понимаю. Вот, есть такие образовочные соображения. Допустим, у нас есть герородичные везли. Да. Допустим, я, кажется, я, кажется, могло бы написать некую эффективную, отродную лаганжа. Не важно, там, детали, но в принципе, правильно? И, спрашивая, как мы можем написать маску в айонах? Обычно, как мы называем нашу в айонах, я тоже знала, что, я говорю, все, 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 неякие враны. Но они, наверное, учатся биолые экспоненты, которые, то есть, здесь его, что ты знаешь? Да? Нет, на обычном. Но, а без биола? Да. Как же могу написать, что-то реально невероятное, слину его, и масло сервера? Да, 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 да. В обычном КХД мы знаем, что, ну как, если просто берете модель с кирма, что вы, как вы получаете массу, массу бариона? Там бы и спиона все сделали. Правильно. Если не кирального прейдинга, то пиона не будет. Ну, здесь есть киральный прейдинга. Еще раз. Вопрос не появился. А зачем? Да. Да. Я говорю, мне кажется, это очень неразумно, значит, что бьевский ранен обряд кирмину будет неизмать. Не очевидно? Нет. Ну, я... Давайте... 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 Мы знаем, что все определяется следом тензорного импульса, вообще-то. Неправильно. И все. Ну, хорошо, так сказать. Массу... Массу состояния вы можете посмотреть через след тензорного импульса. Поэтому обычно, вот вы берете там учебники, там некая, по крайней мере, часть учебников. Там говорится, что, когда вы берете по нуклону след тензорного импульса, пусть киральный предел массы кварка равна нулю. Поэтому все определяется трейсом джа квадрата. То есть, говорится, что... Это не поднимается ничего. И... Я еще раз повторю. Очень простой вопрос. Я обещаю эффективный адронный адронный. И, значит, когда киральный предел его, то я обещаю МСССРТОКСИ, который сам по себе не виден вариант киральный. Но на него нарежу это экспоненты с пионами и полями. Они обеспечивают киральный нрав. Это нормальная стандартность и тёра. Если мы посмотрим, что нет кирального пределка. У нас нет пиона. Как я могу назвать какое-то аналоговое множество киромиона? Нет, я понимаю ваш аргумент. Но вы просто хотите сказать, что если бы у вас там не была нарушена киральная симметрия, то у вас бы не было фемизонов. И тогда в каком скирмионе можно было бы идти... Это не просто киромиона. Но это одно и то же. Нет, это не натрушено. Я не говорю, что просто его есть, да? Но массу фемизонов я руками не хочу вставлять ни в какой-то грандзан. Я хочу получать его как скирмион. Но скирмион в этом смысле на самом деле? Абсолютно не... Ещё раз. Естественно. Абсолютно не будет для фемизонов. Да? Я же согласаюсь с вами. Я не понимаю, о чём я говорю. Я просто предполагаю, что нет фемизонов. Да. Тогда скирмиона нет. Тогда скирмиона нет. Я не понимаю, что это может быть. Я не понимаю, как это может быть. Но если у вас фемизонов не есть фундаментарное поле, вы у Влада Кжан не представляете. Это не важно. Но для Виталия или нет. А вы определяете. Вопрос... Это называется неэффективный и негативный. Вопрос, так сказать, всё ли... Нет, так сказать, вы говорите, что может ли быть масса... не нулевой вклад в массу... ...сермиона. ...сермиона такого, который не связан с фемизонами. Вот вы говорите, что такого быть не может. Я не говорю буквально про фемизоны. Я говорю про реальный проект, потому что фемизоны в результате реального роста. Да-да. Вот давайте просто экспериментально. Мы знаем, что когда... Ну, например, там какие-нибудь численные расчёты. Мы берём, нарушаем, считаем массу бариона. Просто мы её там так или иначе умеем его оценивать. По какому-то величине. Взяли, восстановили киральную асимметрию. Это как? Как вы её восстановили? В высотке? Температуру просто... Взяли, повысили. У нас имеется фазы... А подогрели? Да, взяли, подогрели. Мы знали... У нас пропал. Конденсат пропал. Пемизонов уже так живьём нету. С другой стороны, масса нуклонов сократилась в два раза. Вот после того, как восстановился кираль... Ну, это можно не верить, но, тем не менее, это совершенно разные расчёты. Нет, я так понимаю, что Виктор Львович говорит, что у вас есть фермион. Фермион. Да. И если вы понимаете киральную асимметрию, как преобразование его соответствующей, то, конечно, массовые члены не нарушат в эффективном агронжане. Ну, я вообще... Нет, вообще никаких массовых членов у меня с самого начала нет вообще. В эффективном агронжане. В эффективном агронжане масса квак равна нулю, да, сколько... Но нуклонов, операторов нуклонов вообще нету. Еще раз говорю. Операторов нуклон возникает эффективное решение. Вы сможете их ввести в эффективном положении, сколько угодно отришиваться эффективнее от флоранжира. Замечательно, так сказать. И как это действительно, что у вас в вашем сфере было около 1-0, и сохранился на время таки ранее нуля? Без идиота. Ну, вот это хороший вопрос. Если бы, так сказать, люди знали, как это делать, так сказать, то... А потому что это кажется невозможным. Неочевидно, еще раз, да. Ну, еще, еще... Если вы определяете, если у вас есть волновая функция аналитрона, то это как, состанавливается... Вы не понимаете, у вас есть волновая функция, правильно? Если вы киральное преобразование определяете, как действие соответствующей унитарной матрицы на эту волновую функцию, то массовые члены автоматически нарушают такую инвариантность. Правильно у вас, доктор, будет? Да, нет, это реально. По крайней мере, в этом определение киральной аналитрона... Если мы хотим руками вставлять массу оператора нуклона в этот эффективный волнованжан. Да вы же представляете! Я... 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 Вот, по крайней мере, то, что люди видят... Это очень эффективный аналитрона. Чтобы он был киральной аналитрона, и чтобы у него будут планы неналеваемые массы. И без пионов, соответственно, так киральная аналитрона не нарушит. Я не представляю, какая это можно сделать. Ну, вот еще раз скажу... Нет, есть простое решение. Если у него вообще решение не исчезнет, и протонов не будет. К сожалению, не важно, какого они у вас. Нет, это же неинтересно. Нет, только вы говорите, что у Лаванжан у вас может быть обладать симметрией киральной, да? А конкретное его решение нет. Ну, еще раз... Вот давайте... Обычный... Обычный комментарий, так сказать, которые... Вот как пытаются отвечать на этот вопрос... Вопрос очевидный, так сказать... Ответь на него не очень просто. Обычно вот ответ такой, что вот давайте... Что вклад, помимо пемизонов, еще имеется в конфорной аномалии какой-то. И говорится, что у нас имеется трейс же квадрат. И... В том-то и дело. В том-то и дело, что это два разных... Я и пытаюсь сказать, что... Вообще, я говорю, у вас имеется специально два разных... В массовых регионах вы пиявы не нарушали. Это просто не реализм. Вы реализм. Вы реализм. Главное аномалия... Которое дает масштаб. Точно. Я говорю, что у нас дает масштаб, и не связанный с киральными грамотами. Вот что я хочу сказать. А то, что это может быть? Вы говорите, что этот масштаб не может быть связан с массой. У него пятая гравития. Там все его в порядке. Я говорю, что в первой войне, это барионы не сможешь. Это отдельно сильная вещь. Вот давайте поскорить еще раз. Масса бариона, она там... Это есть представление по бариону. Тринюм. Б. Это есть профессионально Б. Это естьесьяяя. Рейс. Вот там какие-то функции... Какая-то реформа в рейфе начинная торговля приехка без ума, тогда начали перенести? Ну... Точно, точно. Давайте уберем вот этот сяд. Мы видим, что стопроцентно важна, он вам приглашает, как угодно. Другой масштаб, да. И дальше ответит вопрос, каким образом вот эта пламена, эта пламена, эта величина связана с конденсаторами. Да, с конденсаторами. Она как-то отрядно занимается это определение. Это просто определение, пока написано. Другой вопрос. Почему вы уйдете, что они уйдены? Я, так сказать, не могу ответственно сказать, ноль это, не ноль это. И это отдельный хороший вопрос. Просто я хочу сказать, что помимо того, что у нас имеется масштаб связанный с керамом конденсатором, который запрещает здесь аргумент, который в этом случае применим. Есть еще эффект конфорной аномалии, который отдельный, который может давать не связанные с керамом конденсатором. Вот что я хочу сказать. Если это не будет, то у меня копейки на ближайке не наберет. Теперь я понимаю, что по бариону наберет. По любому состоянию. Отберете любое состояние? Не-не-не, я понимаю. Но у вас уже нет... Ну вот, прием здесь. Если мы хотим по бариону, здесь, по бариону он и будет. И если вы там, например, откроете книжку окуня, вот там в каком-то месте написано, что эта формула говорит, что марс у протона в значительной степени связан с галионным конденсатом. То есть, например, где... Можете выmedimс owner of this example, Ну вот, например, выключили отсюда кр�니다. Это безумно не честно. Тем не менее это указывает, что вот такой вклад, который в просто реальном тресу г2 потенциально может быть. На самом деле уже неправильно. Нет. Вот еще раз. вытаскивать, что он всё так хорошо. Мы, вы знаете, вы такие навигают. Нет, ещё раз, я говорю, вот та картина, которая нарисовалась, что она выглядит, что зависимость от того сата, она выглядит так. Значит, она проверяет картинки, и говорит, что формула йорфа не правильная. Вот ведь эта… нет, ещё раз замечу. Потому, что формула йорфа – это икс. А у тебя получилась А в плюс икс. То есть, тогда на basic был много больше А. Но это… А-то она же не маленькая. Немаленькая? Нет, ну, замешивайшучёшь, что… что, собственно, все же люди, так сказать, с 81-го года, вот, к формулу Диоффа относятся скептически, потому что их все время, так сказать, писалась такая формула, что мы... Правильно можно сказать, что скептически означает, что думаем, что она неправильная. Что правильная формула вот такая. Если я не делал такого догадать, то у меня неправильная, а потом мы догадались. Что вы говорите? Значит, вот... Потому что не какие-то полюсие формулы писались вот так, что это есть некая константа, плюс вот такой кусок. Вот, так сказать, то, что у нас получилось в данной модели, что есть вот этот кусок, есть вот этот кусок. Я бы сказал, что это первый раз. Хоть как-то, вот эта формула более-менее... Раньше эта формула вообще с кермион вообще никогда не пришивалась. Но, вообще, твоя картинка, это не А плюс Б. Не А плюс Б. Все правильно. Значит, вот эта картинка какая есть. Ну, значит, реклазаться тоже неправильнее, что мы написали. Вот, вот, я честно говорю то, что есть. Вот эту формулу просто я бы не пользовалась, когда... Каков-то смысле, надо сказать, он правильный, а симпатозик. Вот так, да. Да, 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 да. То есть, что-то вычитать нужно, казалось бы, да. Вот, нет, да, 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 да. Потому что, так же не хорошо. Вообще, вакуумно там, но... Ну, вакуумное состояние я вставил это, да, и у вас же и квадрат не ноль вакуумный. Да, это конденсат, это вакуумный конденсат. Я понимаю, но я и говорю, то есть, если вакуумный конденсат есть, то вы скажете, что следует озор аналогии инкурса, а вакуум не ноль, значит, у вас это массово бассивное состояние. Нет, это не... Влотность энергии, влотность энергии, влотность. Ну, это плотность энергии, да. Да, электронику надо что-то высчитать, чтобы правильно у нас... Все правильно. Я говорю, поэтому я говорю, что в этот переход отсюда сюда, очевидно, так сказать, неаккуратно. Я же не могу, так сказать, просто аккуратно, просто в лоб вытащить отсюда оператор. Конечно, конечно, нет. Но она указывает, что есть в живой какой-то вклад, связанный с конформной аномалией. Просто я еще хочу, ну, я хочу повторить. Я говорю, что она сказала, что как раз мы делаем штуку и нужно вычитать. Не, нечестно, абсолютно. Дополнительная влотность, да, дополнительная влотность, которая вычитывает. Все это, я говорю, если бы это можно было сделать строго, я бы, конечно, это сделал строго. Эта формула есть в его ледокарды. Как ледокарды? Как ледокарды? Как ледокарды? Согласен, я говорю. Она дает ненький аргумент по ледокарды. Но... Слушай, а еще такой вопрос. А вот если ты четырехмерный, про тебя ты ничего не знаешь, а чего идут пятимерные? Я провожу какие-то... Вы пытаетесь его держать в одной своей плоскости четырех метров измерять. И будет ли они просто какие-то нелокальные? И тогда у тебя будут строить эффективные не локальные комиссии, а какие-то такие хитрые, пробросшие там, я не знаю. Немножко не так это нужно говорить. Вот на самом деле... Для того, чтобы просто уйти в пятимерии из четырехмерий, не спуститься сверху вниз, а снизу вверх подняться, я должен сделать всего лишь следующее. Я должен учесть бесконечное количество векторных векциумов внизу. В этот момент, когда мы все их оптимируем, вот это пересуммирование вот этих векторов всех лицитумов я могу переписать как пятимерного ганджата. И в внутреннем смысле это там правильная точка зрения даже в данном контексте. И... Обратно мы можем разложить по гармоникам это пятимерное действие. И каждая вот эта пятимерная гармоника даст вот... Каждая из этих башни векторных. Но это в некотором смысле там была очень старая деятельность там Саши Мигдала, который еще до всякой голографии более-менее так и получал это измерение. То есть... Но на пальцах я говорю, что это вот эффект того, что мы учли в бесконечное число состояние. Специальным образом. Но такой... Вот этот механизм, почему именно так записали, не иначе. Он с точки зрения голографии вот этой баранной картинки абсолютно выделен. То есть, он, так сказать, не сваливается там откуда-то. Он естественный, абсолютно. Я говорю, что и более того, мы хорошо понимаем там смысл вот этого Пятого измерения. Хотя я привел этот аргумент, он на самом деле очень поучительный. Потому что... Ну, что... Закон Гаусса в этой пятимерной теории, это есть не что иное, как закон... Как несохранение аксиального тока в четырёх мере. То есть, вот это вот такой довольно... Факт такой. Выглядит не очень сложно. Но, на самом деле, там много чего объясняет. То есть, оно... Понимаешь, что просто Пятое измерение, оно Реноргу упалывает. Если мы хотим совместить нашу четырёхмерную теорию средневной группы аккуратно, мы ничего не должны так сказать... Мы без Пятого измерения не обойдёмся. Ну, в Лос-Уссу. Оно естественно... Всегда можно обойтись без него, но... Оно естественно будет отвечать там на все вопросы. Смысл там остальных дополнительных измерений... Ну, сейчас их не очень уместно обсуждать, но это более-менее опять всегда скалярные поля. То есть, любое дополнительное измерение, кроме вот этого Пятого, это просто там дополнительное скалярное поле в теории. В том же твёрдом теле, если ты поднёс заряд к плоскости, но не засунули его внутрь, у тебя закон клона будет единицей наверх. А если у тебя настоящий двумерный заряд, у тебя алгоритм потенциал. Поэтому, проводя измерения, ты, в общем-то, можешь сказать, а есть у тебя там многое что-то? Ну, это поле, я знал, там будет неповеренность. А как ты-то следишь в плоскости, ты же не знаешь там про это снаружи ничего? Ну, как ты, я думаю, знаешь? Ну, конечно, да, 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 ну давайте покомментируйте, это тоже полезно. Понимаешь, что во всей этой, здесь всё время идёт игра с этими добранами. Добран это то, на чём, ну, в принципе, откуда берётся эта простанция антидесинтера. Это же просто вы берёте вот такую стопку, там, идите к датрибран и смотрите поле, которое оно создаёт вокруг себя, гравитационное. Всё, так сказать, это, если их много, оно вокруг себя создаёт как раз простанция ADS5 на S5. Оно не сваливается, это же очень всё такое рациональная вот эта картинка. Просто поле, как оно модифицирует метрику вокруг себя. И теперь, но она официрует метрику. А вот эти калибровочные поля, которые живут на каждой из этих бран, они локализованы на ней. И поэтому закон Кулона вот такой электромагнитный, он вот наш. А тот факт, что там гравитация живёт и там живёт в дополнительных измерениях, это там проявляется, но иначе. Сейчас, ну а разогравитационные, то есть, в такой же обновлении, что вот от притяжения между массивными объектами направления не зависит от кого вываливается или не вываливается? Ну это, ну вот это, это, нет, всё правильно. Ну вот это, так сказать, накладывают там всякие ограничения на всё это дело. Ну это, короче говоря, вот эта картинка там не противоречит. В принципе, из-за того, что гравитация улетает в дополнительные измерения. Это вопрос справедлив, но он там согласован со всем остальным оказывается. А вот так, я правильно понял. Вот, вы говорите, вот я веду в Рад и получу, знаете, наобранном наберении. Да, сразу, да. Ну, я веду и Бран, и вы же верите за долгие, и вы же верите. Ну, это же на живое, вы же верите, правильно? Набор, набор Бран, Бран это опять не обо кто. Это же решение, это же совет у вас. Вы это обсуждаете, откуда вообще эти Бран взялись? Вы там каким-то образом догадались, что у вас здесь не мерное пространство. Как вы догадались, на секунду забыли. Теперь изучаете, какие салитоны есть в этом всемирном пространстве. И вот вы просто берете... Если мы пытаемся изучать теорию, там, с какой-то симметрией, выбор вот этих Бран на конфигурации, он достаточно жесткий. Ну, вот если вы берете, например, РАБ-4 Супер Андрюс, там вообще все жестко. Там никакого произвола нет. Плюс еще довольно жесткое условие, когда вы берете там какой-то набор Бран. Вы же должны требовать, чтобы эта конструкция была стабильна. И это накладывает, то есть они там не склопнулись, там все они к черты матери когда-то. А чтобы эта конфигурация была стабильна. И это накладывает очень жесткие условия на всю эту конфигурацию. У вас имеется некоторая конструкция, вот такой многомерная, из которых вы сделаете разные теории поля. И каждый раз, и вы заранее знаете, какие поля у вас будут в теории поля, какие симметрии будут у вас в теории поля. В тот момент, когда вы сообразили, вот как из этого конструктора качественно сделать вашу теорию поля, вы начинаете считать. То есть это вот... Все не заканчивается моментом, когда вы эту Бранную конфигурацию нарисовали, все в этом моменте начинается. И когда вы поняли, как ее правильно написать, вот в этот момент вы начинаете считать, что происходит, собственно говоря, с той теорией поля, которой вы интересуетесь. Сейчас, а вот если мы рассматриваем эти S5 и S5, да, то у нас S5 уходит в асимметрию. Да, да. А здесь что? Почему вы просто выкинули вот еще пять личных измерений, куда они... Ну, я не на консоль выкинул, так сказать, но надо как бы... Вот, например, модель Sakai Sugimoto, там мы знаем, что вот есть еще S4 на какой-то геонетре, вот аналог этого S5, тут есть S4 дополнительный. Но это тоже вот в той же симметрии теорией? Да, 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 да. И вот на самом деле вот эта дополнительная симметрия там тоже и можно... Ну, там связано с некой приемной симметрией тоже, то есть ее... То есть, например... То есть, в том ограждении, которое у вас был написан, пятимерный, там вроде некуда осталось? Да. Некуда, так сказать, на самом деле, если вы хотите учесть в эти дополнительные гармоники по S4, вот про которые еще там, вообще говоря, присутствует, действительно, то у вас будет еще не обязательно дополнительный симметр. У вас тоже получался банан, либо очень много. Какая-то необычно есть у него приятность, если это бубль? Просто бананный бубль, да. Но вообще говоря... Бубль в тюрьме может подсказаться другая приятность, а там... Нет, здесь вот барион, мы забыли дополнительную координату пока. Вот когда я говорю бубль, это бубль в нашем физическом пространстве обычно. Да, позади просто все мы там доставили в какой-то точке и все. То есть, там нужно искать от этой координаты z, от ло и от фи. То есть, не от фи, а другой z. Да. Что же надо взять? Шагерия, это бубль? В этой топологии, это результаты численных расчетов? Вы правильно еще не сказали, собственно. В смысле, про это ТОР получается? Ну, про ТОР, да. Это известный факт в этом дионном инстантоне для переборочной группы. И там просто можно показать, что там ТОР становится. Вот в данной нашей модели, там просто численно все очень сложно и недоделанно. То есть, ну, так как у нас есть, так как мы обсуждаем модель, которая… Показать, ну, что значит? Удивить решение или… Ну, просто численно, да, так сказать. Ну, и с особых сомнений нет, что это будет точно так же, потому что это… А против него тогда достаточно на синентре остается, это… Можно как-то объяснить? Ну, что от фим зависит. Да-да, я понимаю, просто вы говорите, да. Боюсь, совсем я так хорошо не отвечен на этот вопрос. Ну, то есть, собственно, один из ответов может быть, что в такой сцене и в таком анзаксе… Не-не, ну, приблизительно следующее, что, так сказать, это состояние… Ну, давайте образ такой модели… Вы, например, изучаете ситуацию, когда… Ну, например, там изучаете задачи про спад вакуум в один плюс один, в двумерной задаче. Ну, как вы это делаете? Вы, кстати, выходите и в Крид и ищете в Криде конфигурацию, так сказать, такую, что у вас имеется высокопрофессиональный там с давлением, разность давления и поверхностное натяжение. И вы знаете, что экстремальная конфигурация… Вообще, говорят, это может быть разный контур на плоскости, но, с другой стороны, мы знаем, что экстремальная конфигурация – это окружность. Почему? Потому что у вас просто уравновешивается давление и поверхностное натяжение. Вот явление такого типа здесь происходит. Поэтому связать это с какой-то симметрией я просто боюсь. Скорее, это будет неправильный ответ, что… Не, ну, так бы можно сказать, что почему у вас… Почему такая же логика не проходит для сферы? Ну, то есть, как бы… Такая же банальная логика… А, логика для сферы, да? Да-да-да, правильно, значит, да-да. Хорошо, комментарий правильный. Значит, следующее происходит, что… Наивно вы думаете, что вот берете сферу, и… Почему там, собственно, барионный заряд 2 не может быть? Ответ такой, что… Как раз для Диона и Инстантона это делали бы для обычной логикации группы. Давайте теперь посмотрим спектр возбуждений, спектр флуктуации на фоне этого решения с барионным зарядом 2. Оказывается, что там возникает при барионном заряде там… С двух, по-моему… Больше трёх… С трёх… Нестабильная мода. То есть, там просто возникает… Вот вот спектр флуктов… Возмущений такого сферического решения… Дальше вопрос, во что она превращается… Ну вот, так сказать, это… А тур устойчивый? Да, да, тур устойчивый, да. Там нет вот этой отрицательной моды. Но это вот только вот для того решения. Вот для калибровочной группы цветное делалось. Для призвольно большого, который стоит… Боюсь набрать… Да, 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 я боюсь набрать, честно говоря, я не помню точно. По-моему, начиная с двух и выше… А, нет, сейчас… Да, это для двух, кто… Значит, для двух, кто устойчив. Если вы обсуждаете… Значит, отборионы… Начиная с каких-то, это вот… Более высокого рода поверхность начинается. О-о-о! Ну, это вот скермион… Ну, это вот скермион… Нет, это как бы даже… Это известно в скермионах, так сказать, Что у вас имеется… Минимальная конфигурация с минимальной энергией, Они имеют нейтривалентопологию, И род меняется отборионного заряда. Это… Ну, например, амбликосовские игры с большим топологическим зарядаемом, с двойкой, например. Он не относится к изменениях, это вообще неустойчивый. Но он, тем не менее, двойка раздаривается на две единички. Вот у тебя был… Возвольтарность необычный такой, и все хорошо. А потом… Ну, да, так сказать… Ну, либо… Ну, либо… Нет, ну, это… Вопрос… Не, ну, как правильно сказать, что там… Первый и второй – они как взаимодействуют, То есть, либо притягиваются, либо отталкиваются. Поэтому это вот… Все эти определяются. Я вспомнил… Я вспомнил… Какая-то была работа, В общем, Тера Коллмэна, Который показал, что основное расстояние, Желетон, Сверидский и Сверидский. И потом… Оказалось, что это было неправильно, Он оказалось от него, И до сих пор, по-моему, не доказано. Нет, это… Это доказано… Вот для… Задачи про распад вакуума Это доказано, Например, что это… В общем… Ты имеешь в виду с высокими методологическими… Нет… Что… Минимальная энергия, да. Это… Это… Это доказано… Вот… Есть примеры, где это доказано. Это вот… Так, математически довольно строго доказано. Действительно, там была сначала не строгая доказательство, А потом стал строгим. Но это только вот я знаю для… Задачи про распад вакуума. Ну, вот такой специальный Солитон тоже. Ну… Солитон-Антисолитон. Ну, Солитон-Антисолитон. Можно так сказать. Ну, вот все-таки последний вопрос. Это вот… Все-таки цель вот этой деятельности, Она в чем же стоит? В принципе, очень красивая, так сказать, Какая-то геометрия там, и так далее. Но… С точки зрения вот… Результатов, как говорится там… Типичная должность, когда там… Ну, 10 процентов или сколько-то того? Ну… Можно сказать, что ДВД состоит в том, чтобы… Там найти, не знаю, там… Не знаю, там… Точная… Результативность, какая соответствия для ЭПХД… Ну, если бы совсем высокая цель, то ответ – да. Ну, это вот… Ну, это вот… Такой совсем… Безусловно, очень амбициозная задача. Потому что нужно найти соответствующую там… Геометрию. Ну, вот этот метр… Задача так… Очень-очень непростая, безусловно. И… Ну, и, так сказать, что-то предсказать… Ну, очень интересное. Там же… Ну, грубо говоря, это же… Это же метод, позволяющий считать что-то в ЭПХД в режиме сильной связи. Ну, вот, например, с точки зрения… Вот… Вот… Суперсиметричной задачи. Вот там… Немножко другая. Ну, вот там… Цель… Вот то, что вы говорите, какая вот такая общая цель, берем она равна четыре. Там цель такая, что найти выражение… Там, в конце концов, не бежит, как вы знаете. И там задача формулируется так. Найти… Ну, для… Всех, а не всех, и для… Для многих физических причин ответ, который будет свяжут при любой константе связи. То есть, это такие… Отсуммировать ряд теорий измущений, если хотите. Ну, и не пертурбативный эффект. И не пертурбативный эффект сразу. Значит, и есть примеры, когда… Это сделано. Всего несколько пока, но… Просто есть там величины, для которых отсуммирован ряд теорий измущений. Вот там, если есть что-то не пертурбативное, то все это подмешано. То есть, это там формулируется вот так. КХД константе связь бежит, поэтому… Ну, да. Это так… Когда два вместе, то понятно. Да. А здесь немножко другая игра. Ну, вот, собственно, вы правильно сказали, что эта игра состоит в том, чтобы найти… Там метрика со начала известна. Она однозначна. А здесь метрика неизвестна, поэтому, ну, вот, можно сформулировать так, что мы хотим найти правильную метрику. Цель, ну, такая красивая, хотя трудно себе представить, что она когда-то будет. Но, тем не менее, так сказать, какие-то улучшать эту метрику – это безумно даст. Войная задача была бы, да. И просто какие-то новые эффекты, КХД-чные, пытаться облавливать в режиме синей связи. Сейчас, ну, например, вот все это сдвинулось, ну, вот, наиболее такое бурно называющее – это применение к твердому телу. Там с помощью вот этой голографии новой базы люди находят в разных задачах. Ну, вот, энтропию тоже по-разному человеку. Это очень популярно. Счет энтропии, голографическое описывание. Энтропия запутанная, я имею в виду, в разных областях. То есть, ну, этот сюжет такой, он развивается во все стороны. То есть, я бы сказал, что, ну, вот, теория струн, которая в какой-то момент обещала решить все на свете, она так закончила обещать. Зато вместо нее осталась вот эта голографическая картинка, как, ну, и она живая, так сказать. Поэтому, а? Нет, я думаю, что, как бы, это качественно, там все правильно. Ну, вот, это, ну, в некотором смысле, то, что называется дуаля самопоценка еще такая, это идея, которую, там, 20 лет развивал Поляков. То есть, вот эта картина, голография, это, ну, там, на 90% принадлежит Полякову, конечно. Он, там, с большим трудом, там, во все это, почти. То есть, вот, тот факт, что пятая карбината должна иметь структуру антидесиптора, это была в работе Полякова, там, за два месяца до работы Молдоцены. Поэтому, ну, вот, вот, Молдоцены, так сказать, сформулировали последний шаг. Ну, вот. Ну, вот так. Сослался на Полякова? А? Конечно, сослался. Нет, ну, сослался, но называется дуаля самопоценка. Тем не менее. Ну, это уже не так важно, но это такой, безусловно, живой сюжет, и чего из него еще проистечет, может быть, больше, чем нам сейчас кажется. Главное, что понятно, там, ну, он очень рациональный, то есть, он, он не есть, там, какое-то божественное откровение, а тут такая абсолютно конкретная личина. Ну, вот давайте вспомним, сравним с какой-нибудь старой царей, конституцией, там, куда-то по ее называю. Она тоже высокая, национальная, и более-менее, там, может, много таких вещей, что это значит, там, будучи двойки, а здесь, ну, войну, вот, как вы говорите, да? Ну, оно не позволяло, например, сосчитать, там, первые пять петель в каком-то, в аномальной размерности. А вот здесь, так сказать, вы... Можно считать первые пять петель? Ну, они, ну, чтобы... Нет, это к тому, что... Нет, это к тому, что... Да, нет... Не, ну, тут они все считали. Нет, вот, как я говорю. В этой модели там не было с маловой связи. Это очень старая модель. Это не тюрьма отручки. Ну, да. Нет, мне кажется, что, что-то с крикетом, нужно относиться вот к этому сюжету как качественно правильные вещи, которые позволяют считать там что-то с некоторой точности. Не, не есть как... Безусловно. Безусловно. Ну, это вот, это вот вопрос про улучшение метрики, да. Это сложный вопрос. Это, так сказать, вот это уже не простой вопрос. Потому что качественно все... Качественно все... Все эффекты КХДшные видны. Там чего-то даже новое интересное можно увидеть. Но... Количественно с этим сложнее, безусловно. Ну, если интересоваться... Ну, бывают задачи, когда нас интересует там КХД при сильной связи. Ну, это вот интересно же. И это вот как раз способ именно в этой области считать что-то. Ну, там с какой-то точностью, но считать. Регулярным образом. То есть, есть схема и универсальность здесь. Не нужно там каждый раз что-то придумывать. А известно там, что и как делать, чтобы сосчитать что-то в КХД в силу связи. Ну, вот что может есть для всех встреч? Да? Слушай. Потому что если в КХД, то чуть не надеюсь что на мой город приедешь и расскажешь... Так... Да... Ум... 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 Продолжение следует...